В Московском выставочном центре «Крокус-Экспо» с 23 по 26 мая состоится главной стране выставки строительной специальной техники СТТ-Экспо-2023, на которой будут продемонстрированы новейшие ее образцы производства российских и зарубежных компаний. В СТТ-Экспо ожидается множество новинок и премьер, и о некоторых из них уже известно. Вот о них я здесь и расскажу. Начну с автокранов. Клинцовский завод покажет на выставке новый 55-тоник с 36-метровой стрелой на шасси четырехосного КамАЗа, а также расширенную линейку кранов-манипуляторов с телескопированными стрелами грузоподъемностью от 1 до 7,5 тонн. Камышинский крановый завод продемонстрирует 32-тонник с четырехсекционной телескопической стрелой длиной 31 метр на шасси Камского внедорожника. А под маркой Келичанин тоже на шасси КамАЗа, но с колесной формулой 6 на 4 на СТТ-Экспо покажут автокран Пионера с 33-метровой стрелой грузоподъемностью 35 тонн. Раньше он был на четырехосном, а теперь на трехосном шасси. Новинки автокранов, которые в нашей стране не производят, то есть грузоподъемностью свыше сотни тонн, продемонстрирует китайский Замлеон, включая 200-тонник с 72-метровым вылетом стрелы на специальном пятиосном шасси. А еще новый автокран Замлеон с высотой подъема 41,5 метра в самом ходовом 25-тонном сегменте можно будет увидеть на трехосном шасси МАЗа. Да, на шасси МАЗа Замлеон покажет еще и очень интересный автобетононасос, довольно компактный, но с высотой подачи более 23 метров. Впервые в России линейку колесных самоходных кранов на специальных автомобильных шасси покажет и компанию «Люгонг», включая особо востребованный 25-тонник с телескопируемой на 44 метра стрелой. Но пока вернемся к отечественным производителям, которые отметятся на выставке не только новыми автокранами. Объединенная машиностроительная группа, известная под брендом UMG, среди своих перспективных моделей продемонстрирует новый максимально локализованный гусеничный 22-тонный экскаватор Е-225С, а также новый фронтальный погрузчик ВЛ-50 с трехкубовым ковшом грузоподъемностью 5 тонн, производство которого развернуто в Челябинске на заводе ЧСДМ. Марка Читра известна главным образом линейкой бульдозеров и мини-погрузчиков. Вот эти самые мини-погрузчики в их сегодняшнем, то есть наиболее современном виде исполнения, мы и увидим на СТТ-Экспо. Торговый дом Гидроримсервис покажет новый прицепной коленчатый подъемник АЭС собственного производства с высотой подъема от 14 до 18 метров. А на стенде белорусского АМКАТОРа можно будет увидеть новые образцы компактного телескопического погрузчика Т-470, тяжелого универсального погрузчика В-500С с гидромеханической трансмиссией нового поколения, а также автогрейдер G-160 эксплуатационной массой 14,5 тонн и высокопроизводительный современный вибрационный каток РС-120А. Теперь посмотрим, что нового покажут зарубежные экспоненты. Да, почти все они китайские, но среди них есть настоящие промышленные гиганты, по объему и разнообразию выпускаемой строительной техники не уступающие, а порой и превосходящие западных конкурентов. Один из таких международных гигантов корпорация САНИ покажет на СТТ-Экспо целую линейку гусеничных экскаваторов, начиная от компактного массой менее 2 тонн и заканчивая тяжелой 36-тонной моделью. В их числе новый габаритный экскаватор САНИ SY-225 массой 22,6 тонны с базовым ковшом емкостью 1,2 куба. Еще один китайский машиностроительный гигант Люгонг привезет в Москву 2 экскаватора своей новой тяжелой линейки. Модель 970Е массой 70 тонн и модель 990FHD массой аж 93 тонны с ковшом емкостью 6,2 куба метра. Оба предназначены для загрузки карьерных самосвалов. Под брендом HZM на СТТ-Экспо можно будет увидеть главную новинку этой китайской компании – колесно-гусеничный экскаватор HZM-X120. Порой ему составит новый колесный полноприводный экскаватор HD215V эксплуатационной массой 21,5 тонны с базовым 1-кубовым ковшом. Среди готовящихся к показу экскаваторов корпорации CDLG есть новый малогабаритный гусеничный экскаватор LG SE E690F с ходовыми моторами Bosch Redsrod. И есть новый экскаватор LG SE E6500F за счет установки двигателя Volvo, отличающийся среди китайских аналогов повышенной экономичностью. В справедливости ради отметим, что российскими и китайскими экскаваторами выставочная экспозиция не ограничилась. В ней присутствовали экскаваторы из других стран. Например, Transmex Service продемонстрировал широкую линейку техники DUSAN, включая новый гусеничный экскаватор DX-225LCA с удлиненной оптимизированной по форме стрелой. У него применена обновленная электронная система регулирования мощности. Отмечу, что практически у всех вышеназванных корпораций в линейке, выставляемой на STT-экспо продукции, помимо экскаваторов, есть фронтальные погрузчики. У многих еще и экскаваторы-погрузчики, но не только у них. Так, фронтальные погрузчики XCMG новой девятой серии на выставке покажет компания Seigun.ru. Под брендом V-Chai будет представлен погрузчик VL855FN грузоподъемностью 4 тонны, специально адаптированный для сложных условий работы. Фронтальный погрузчик LG SE грузоподъемностью 7 тонн с ковшом в 4,5 куба станет одной из самых интересных новинок в сегменте тяжелых погрузчиков. Новый экскаватор-погрузчик Гидромег 4 серии, оснащенный 100-сильным английским двигателем Perkins, можно будет увидеть на стенде компании Dorstroy Logistica. А в экспозиции строительной техники Шантуй продемонстрирует новейший грейдер FG19B6 с системой 3D-нивелирования. Еще на СТТ-Экспо будет представлена такая необычная новинка, как ресайклер компании XCMG. Это специальная машина для переработки слоев дорожного покрытия. Впрочем, под маркой XCMG на СТТ-Экспо покажут и другие новинки дорожно-строительной техники, включая новый каток XS-185S 5-го поколения с двухрежимным вибрационным механизмом и электронной системой управления. И еще, на выставке будет не только дорожная, но и внедорожная техника, то есть карьерные самосвалы для работы в внедорожной сети. Они войдут в экспозицию машин и оборудование для добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых. Так, в этой экспозиции можно будет увидеть рассчитанный на 40 тонн груза карьерник марки Тонли, полноприводный трехосный карьерный самосвал LGMG SMT-60A грузоподъемностью 35 тонн и такой же по грузоподъемности самосвал Lugong DV-90A с 32-кубовым кузовом. Наконец, Тонар впервые покажет новый шармирно-сочлененный высокопроходимый самосвал T-45 грузоподъемностью 45 тонн. Так что, как видим, разнообразие готовящихся к показу на СТТ-экспо новинок просто огромно. Поэтому приходите на выставку, на ней будет и на что посмотреть, и что присмотреть. СТТ-экспо откроется в московском Крокус-экспо 23 мая и будет проходить по 26 мая включительно. В описании этого ролика я выложил ссылку на официальный сайт выставки, а также свой промокод, с помощью которого можно получить бесплатный билет для посещения СТТ-экспо. СТТ-экспо. СТТ-экспо.